Новые логистические цепочки, увеличение экспорта и укрепление экономики. Соглашение между Ульяновской областью и Международной ассоциацией исламского бизнеса подписано. От идеи до масштабирования. Как продвигать свое дело? Молодые бизнесмены узнали в азбуке предпринимательства. Цветы добавляют жизни и красоты. Сегодня отмечаем День флориста. О сборке букетов и красивой профессии узнаем скоро. Экономический курс на восток крепнет. Так можно коротко описать итог исламского форума, который прошел в области в эти выходные. На нем было подписано важное для экономики Ульяновской области соглашение между регионом и Международной ассоциацией исламского бизнеса. Без лишней стомности скажу, что наш регион является лидером сотрудничества с исламовскими странами. Это отвечает нашим ценностям, важно для нашей истории и имеет огромную значимость для настоящего и будущего Ульяновской области. Мы ценим наших партнеров, готовы наращивать объемы и повышать качество международного диалога. То, что вы услышали от главы, от губернатора Ульяновской области, о том, что и поздравили нас с месяцем Арам, с Новым годом, это очень приятно слышать от главы региона. Поэтому, иншаллах, у нас все получится и дальше и дальше будем продвигаться. Соглашение поможет региону выстроить новые логистические цепочки. Это будет способствовать наращиванию экспорта и укреплению экономики. К примеру, дилерский центр товаров Ульяновской области уже работает в Узбекистане. И в планах открывать такие же центры в других мусульманских странах. Соглашение даст возможность пользоваться представительством Международной ассоциации исламского бизнеса в наших интересах с точки зрения продвижения наших товаров, нашей продукции, наших предприятий, предпринимателей на рынке дружественных исламских стран. Также коллеги из Ассоциации исламского бизнеса станут главными соратниками региона в организации торгово-логистического канала «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив». Он даст возможность прямого экспорта в страны Ближнего Востока. Молодых ульяновских бизнесменов обучили азбуке предпринимательства. Уже в четвертый раз в регионе прошел проект корпорации «МСП». Его участникам рассказали, как продвигать свое дело от идеи до масштабирования бизнеса. Екатерина Лазарева продолжит. Ярослав Швердяков столярным делом занимается с детства. Четыре года назад арендовал мастерскую и открыл свое дело. За это время продвинулся от штучной продажи до сотрудничества с крупными ульяновскими ресторанами. Сначала начинали мы с рам для зеркал, потом уже переключились на мелкую продукцию. Это декор для дома, посуда из дерева и разделочные доски. Работаем в основном с натуральным массивом. Реализуем, соответственно, на ярмарках, на маркетах, которые организуются в нашей области. Также являемся поставщиками на маркетплейсы. Доработать маркетинговый план и продумать целевую аудиторию помог проект «Азбука предпринимателя». Теперь в долгосрочных планах развиваться в двух направлениях. Расширять ассортимент изготовления мебели, а мелкие элементы декора по-прежнему продвигать на маркетплейсах. Вот как раз-таки уже попробовали изготовить образцы для маркетплейсов. Такие позиции продаются у других поставщиков, но мы выполнили их из более ценной породы. Там они выполнены из березы, из ясеня, мы выполнили из дуба. Но собираемся поддержать ту же цену, что сейчас есть у ребят, чтобы составить им конкуренцию. Наряду с Ярославом участниками проекта стали еще 34 человека. Многим здесь не исполнилось и 25. Самой молодой участнице всего 15, но она уже оформила самозанятость. Насчет бизнеса я задумалась за год назад. Я хотела как-то начать зарабатывать. И первой идеей у меня была машина вышивка на одежде. То есть с оборудованием специальным вышивать какие-то нашивки на одежде. Азбука предпринимателя реализуется уже четвертый год. Но на этот раз программа была практически полностью переработана. Меняется рынок, меняется и подход. Сейчас мы делаем упор больше на маркетинговую стратегию. Если мы раньше делали в этой программе азбука предпринимательства на бизнес-план, а сейчас мы учимся создавать гипотезы при открытии бизнеса, чтобы сразу понять рентабельный либо нерентабельный бизнес. У нас если нет, то, соответственно, поменять идею. Среди участников представители легкой промышленности и других производств. Отдельная ниша – маркетплейсы. Также популярна индустрия красоты и здоровья. Илья Колесников – дипломированный массажист. В этом году открыл свой спа-салон. Проект помог увидеть в своем бизнесе задел для федерального масштаба. То есть создание концепта и поддержание его в других регионах и точках. То есть это как франшиза, так и свои собственные точки. Потому что у нас всего, наверное, две или три франшизы. Действительно более-менее хорошие. И это очень мало. Теперь слушатели курса смогут претендовать на получение федеральных грантов для дальнейшего развития своего дела. Екатерина Лазарева, Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Любовь к цветам зародилась в древности. На Руси плели венки и вкладывали в это особый смысл. В Индии считалось, что цветы появились на свет именно для того, чтобы дарить их любимым. Сегодня флористы отмечают свой день. И непременно за прекрасной работой. Ловкими движениями Екатерина Чувилина превращает обыденность в чудо. В этом букете важно подобрать цветы не только по виду, но и наполнить его правильным смыслом. По запросу девушки должна быть какая-то летняя рапсодия с элементами страсти. Хрупкостям. Поэтому мы будем использовать альстромерию и герберы, подчеркивающие сердце наше пламенное, любящее. Работать с цветами не всегда просто. Профессии флориста учатся, постоянно повышая навык следом за тенденциями, которые быстро меняются. Наука это большая, объемная. Учеба всегда приветствуется в этом деле, потому что там учат основам, цветовой палитре, сборке самого букета, его структуре. Дизайнер-флорист говорит, в свое время профессию не выбирала. Всегда знала, что будет заниматься цветами. Все начиналось, наверное, с детства, с подарков маме. Потом дача была вся в цветах. Далее был на приусадебном участке у меня свой розарий. Также в уральском стиле ландшафт. Радует, создает комфорт, уют в моей жизни. День флориста отмечается 24 июля. Месяц богат на разнообразие цветов. К тому же лето – самый разгар деятельности, ведь это еще и сезон свадеб. Хоть работы в любое время у флористов достаточно. Ведь многие клиенты следуют самому приятному принципу – дарить цветы не по поводу, а в любой момент. Ксения Грищенко, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Почти целую неделю Ульяновская область была одним из центров велоспорта России. Здесь проходило первенство страны среди спортсменов не старше 18 лет. Местом проведения наиболее продолжительных этапов стал Сенгелеевский район. А в заключительный день соревнований спортсмены определяли лучшего в региональной столице. Дистанция в 50 километров проходила по самому центру Ульяновска. Санкт-Петербург, Краснодар, Москва, Калининград, Свердловская область. Подобные соревнования ульяновский регион принимает уже в десятый раз. И здесь собрались практически все те, за кем будущее отечественного велоспорта. Здесь стоит отметить наших дорожников, дорожников Ульяновской области, которые обеспечили нам прекрасное покрытие. Тренеры все довольны. У нас ни одного закола не было, ни одного падения в Сенгелеевском районе. От зданий региональной администрации на венец. Разворот у педуниверситета, возвращение на Соборную площадь, а затем крутые спуск и подъем по улице Кузнецова. Один такой круг – два километра. Но спортсменам предстояло преодолеть 25 кругов, включая спуск и труднейший подъем. Борьба шла весьма упорно, а лидеры постоянно менялись. Отрадно, что на первом месте в ходе гонки оказывались ульяновец Антон Ермолаев и Валентин Аверин, выступающие в двойном зачете за наш регион и Новосибирскую область. Антона подвели технические проблемы с велосипедом. Валентина же опередили буквально на последнем круге. Немного, да, не разложил силы. Как бы один ехал, немного не хватило. То, что один выступает, ну как бы команды особо нету один из-за этого. А вот, например, представители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга удачно использовали командную тактику. И все же победитель определился лишь на самом финише. Итак, встречаем лидеров. Внимание, камеры готовы, зрители готовы. Кто же будет первым? Город Санкт-Петербург. 13-й порядковый номер не помешал представителю северной столицы Владиславу Созинову стать первым в этой непростой гонке. После финиша победитель рассказывает о тактике и стратегии. Повороты. Повороты всегда отъезжал. Нужно было еще протягивать все горы, для того, чтобы пачки было намного труднее не отогнать. Поэтому все решала гора и повороты. Победа на заключительном этапе позволила петербуржцу подняться на вторую строчку в общем зачете. Победу же по результатам всех этапов одержал спортсмен из Москвы. Это уже 10-е юбилейное первенство России среди юниоров. Я уверен, что за эти пять дней пролетели для вас очень быстро. Уверен, что еще не раз мы с вами здесь увидимся. Оба представителя нашей области, участвовавшие в заключительной гонке, заняли места в верхней части таблицы по итогам всех пяти этапов. Игорь Кранцев, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. А сразу после информации о погоде смотрите программу «Арт-студия». Сегодня в гостях у Александра Филатова киносемья Муравьевых. Творческий разговор на «Оранжевых диванах» продолжит эфир канала «Россия-24» уже через минуту. Оставайтесь с нами. И на этом эфир программы «Вести». Ульяновск подошел к концу. Далее информация о погоде. Всего доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15, в Ульяновске от 13 до 15 градусов. Завтра днем по области 24-29, в Ульяновске 26-28 градусов. В лесах области местами сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Субтитры создавал DimaTorzok